Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии и обратимся к пятой главе. В пятой главе Господь говорит и о жизни иудеев Иерусалима, и о себе самом удивительные и очень-очень важные вещи. Начинается проповедь пророка в пятой главе словами «Походите по улицам Иерусалима, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду?» Конечно, вспоминается философ Диаген, который разыскивал человека днем с огнем, с фонарем в руках. Вот так и здесь. Пойдите по Иерусалиму, посмотрите. Есть ли хоть кто-нибудь, соблюдающий правду, ищущий истины? Я бы пощадил Иерусалим, говорит Господь. Помните, как в книге «Бытия» Авраам спорит с Богом о судьбе грешных городов Содома и Гоморры и говорит, а если там найдется 50 праведников, не может быть, чтобы ты погубил праведность нечестивым. Бог говорит, нет, не погублю. Ну, вот здесь, в общем, та же самая картина, явно такая цитата из «Бытия». Не найдется ли хоть одного праведного, хоть одного ищущего истины? Если бы хоть один нашелся, я пощадил бы Иерусалим. Ну и, конечно, не может не возникнуть у нас с вами вопрос, кого имеет в виду Бог. Потому что Иеремия, может быть, и не видит еще ясно своими там внутренним взором этого Спасителя, ради которого Бог пожалеет Иерусалим, того, кто станет в проломе. Но Бог-то видит. Значит, вот такая картина предстает перед нами. Бог говорит, что если я найду хотя бы одного человека, который будет соблюдать правду и искать истину, то пощажу Иерусалим. И, в общем, все мы, весь мир этот, пощажен, потому что один такой человек, ищущий правду и соблюдающий истину, нашелся. Я имею в виду Господа нашего Иисуса Христа. Здесь же Господь говорит, хотя я бы пощадил, если был хоть кто-нибудь, хоть один. Хотя они говорят, жив Господь, но клянутся ложно. Они, жители Иерусалима, врут они все. И все их даже деланное такое показное обращение, на самом деле фальшивка и лицемерие. Но я бы пощадил, если бы хоть кто-нибудь по-настоящему искал правду. И Иеремия молится и спрашивает Бога, Господи, Твои очи не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять в разумление. Невероятно трагическая вещь. Пророк говорит о том, что вот происходят жуткие вещи, поражающих, истребляющих, а это никто не воспринимает как вразумление, как исправление, ничего не меняется. Пророк говорит, я сказал сам в себе, может быть, это бедняки, они глупые и не знают пути Господня. Тоже вот снова, как и в четвертой главе, здесь говорится об этой глупости народа, которые не понимают, что такое путь Господень. Поэтому пророк идет к знатным, разговаривает с теми, кто знает путь Господень. Но и они все сокрушили ермо и расторгли узы верности. Но и они все. Поэтому паразиты хлев из леса, ибо умножились преступления, усилились отступничество. «Как же мне простить тебя за это?» – спрашивает Бог через пророка. Мы-то уверены, что он простит обязательно, никуда не денется. А Бог говорит, как? Как мне простить тебя? «Сыновья твои оставили меня, клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого». Вот здесь разговор об измене в религиозной сфере переходит на такой самый, так сказать, приземленный, даже низменный харрисмент. «Вот неужели я не накажу за это?» – говорит Господь. «Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» И это очень не хочется слышать. Нам хочется, чтобы Бог отменил наказание. А вот здесь, по крайней мере, в этом тексте, Бог говорит нечто другое. «Неужели я не накажу за это?» Дом Израилев и дом Иудин поступили со мной очень вероломно. Они солгали на Господа и сказали «нет его, и беда не придет на нас». Они сказали, что «ну, это все миф, ничего не будет там за это, Бога нет, можно все, и беда не придет на нас». И Господь говорит «поэтому, за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и огонь пожрет их». Это он говорит Иеремии. «Я сделаю в устах Иеремии слова мои огнем, а народ дровами, потому что вы приняли решение, внутреннее решение, предать Бога, отвергнуть его и сказать, что его нет. Это ведь не что иное, как внутренний нравственный выбор. Вот еще о чем говорит эта самая глава. И вот поэтому, говорит Господь, придет народ, приведу на вас народ издалека, народ сильный, съедят они жатвы твой и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих. «Потому что народ стал дровами, а слова Божьи огнем в устах Иеремии, потому что люди лгут на Бога». Но все-таки, говорит Господь, тоже поразительно, «Вдруг все-таки не истреблю вас до конца». Если вы скажете, если тебе скажут Иеремии, за что Господь Бог наш делает нам все это, отвечай так. «Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, так будете служить чужим в земле не вашей». Вот в каком-то смысле наказание подобно преступлению, подобно тому, как служили чужим богам в земле своей, подобно этому будете служить чужим людям в земле не вашей. И Бог призывает объявлять, говорить об этом во вселуслышанье. «Выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, они видят, есть уши, они слышат. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете?» «У народа сего сердце буйное и мятежное». Они сказали в сердце своем «не убоимся Господа Бога нашего». Вот сердце буйное и мятежное, которое не хочет бояться Бога. Не хочет. Настолько не хочет бояться Бога, что готовы отказаться ради этого и от жизни, и от реальности. И поэтому грехи ваши удалили от вас доброе. Между народом находятся нечестивые, ставят ловушки, уловляют людей, как птицеловы припадают к земле. Дома их полна обмана. Они возвысились и разбогатели, сделались тучны, приступили всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот благоденствуют, справедливому делу нищего не дают суда. Потому что одно неотрывно от другого. Предательство Бога и поклонение идолам все равно выражается отупение сердец в том, что люди жадные, злобные, уловляют бедного и беззащитного, не разбирают судебных дел, а если судят, то не по правде и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Ну и, в общем, всякий народ, у которого есть проблемы с правосудием, актуальные, у которого есть коррупция, благоденствие одних за счет других, сильных за счет слабых, надо помнить эти слова. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? В общем, это очень грозное предупреждение. Изумительно и ужасно совершается в всей земле, говорит Господь. Пророки пророчествуют ложь, священники господствуют при посредстве этого, при посредстве обмана людей. И всем это нравится. И всем это нравится. Что вы так теперь будете делать после всего этого, спрашивает Бог? Неужели я не накажу за это? Что же вы будете делать после всего этого? Потому что вариантов нет. Потому что вот такое предательство Бога в виде идолопоклонства и насилия в общественной жизни это край. За этим нет ничего. неужели ты думаешь я не накажу за это? Говорит Господь. и еще раз так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...